Приветствуем всех здравомыслящих людей на YouTube-канале «Всё самое интересное». Сегодня у нас в гостях Хасай Магомедович Алиев, выдающийся дагестанский ученый, врач, психолог и философ, открывший метод творческого саморазвития человека на базе психотехники саморегуляции, которую он назвал «Ключ». Здравствуйте, Хасай Магомедович. Да, я рад вас приветствовать. Огромное вам сердечное спасибо, что приглашили на ваш канал. И мне очень приятно с вашей любознательной аудиторией познакомиться, конечно. Спасибо вам. Очень много писем было, очень много просили с вами выйти на связь. И вам огромное спасибо, что откликнулись. Вы знаете, людей прежде всего интересует вопрос, как сохранять самообладание в столь сложное время. Мы прошли действительно последние два года эти жесткие ограничения. люди до сих пор не понимают, что происходило и как себя вести. Как все-таки научиться сохранять самообладание? Хотелось бы услышать вас. Ну, вопрос, как говорится, интересный, но очень сложный, потому что, когда не видишь, с кем именно конкретно разговариваешь, может быть, это человек, которому 95 лет, который лежит в клинике или на даче у себя огород сажает. Может быть, это молодой человек, 24 года, который готовится на соревнования спортивные. И там, и там могли бы быть разные ответы, но я в целом скажу базово. Базово это значит, надо сначала пройти антистрессовую подготовку, так называемую, из нескольких занятий практических, с теорией и практикой. Теория там простая, что человек по природе творец. А практика тоже простая, это подбор действий, которые соответствуют исключительно данной индивидуальности, в моментах использования. Сейчас объясню. Значит, если человек проходит этот небольшой курс, очень компактный, поэтому метод называется ключ. В этом курсе синергетически заложены, в принципе, все основы всех методов мира существующих, йоги, цигоны, медитации, спиральной гимнастики и что угодно. Основная их суть выделена как рациональное зерно и в компактном виде раскрывается. И оказалось, что люди это делают инстинктивно, каждый человек делает это на бессознательном уровне, даже не обращая на это внимания, когда он решает какой-то волнующий его значимый вопрос, он невольно совершает некие действия рефлекторно, на которые не обращают внимания, но они ему помогают освобождать мышление от шаблонов, стереотипов, страхов и мыслить свободно. То есть это вот такие вот инстинктивные действия, которые каждый человек, если я сейчас объясню, сразу вспомнит, как он это делает. Но в данном случае речь идет о том, чтобы на этих трех занятиях или четырех занятиях, это тоже зависит от индивидуальности, чтобы каждый мог подобрать себе по принципу ключа, то есть принцип подбора путем перебора по критерию максимального индивидуального соответствия, то есть, вот самое главное, я вычислил, что максимально соответствующее действие человеку, это максимально простое и комфортное, потому что оно соответствует его природе собственной. Вот пример. Например, когда человек нервничает, решая какую-то задачу, он невольно ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, постукивает пальцами, чешет голову там, или наоборот, застывает, цепенеет задумчиво, принимает какую-то позу тела и так далее. То есть вот эти все инстинктивные действия, которые тот или иной человек совершает, если он теперь возьмет, сделает эти действия осознанно, вот это же самый главный момент, потому что как раз таки все подчинено у нас закону сохранения энергии. Действие, которое он должен совершить, оно, в принципе, то, которое менее всего требует энергетических затрат. Вот оно что, вот голос правды, то есть голос природы. То есть человек, который, например, в эмоциональном стрессе находится, он невольно может сковываться, он невольно может раздражаться, он невольно может плакать. Вот это все, что у него происходит инстинктивно, это защитные реакции. И вот теперь вопрос заключается в том, что осознанно сделай то, что ты обычно делаешь неосознанно. Вот вспомни, например, представь себе, что ты решаешь какой-то волнующий вопрос и прислушайся к телу, что тебе в этот момент хочется сделать. Заграть, застонать, запеть, заплакать, зевать, почесать голову. Что тебе хочется сделать? И сделай это. И ты заметишь, что если ты несколько раз осознанно сделаешь то, что голос твоей природы хочет постоянно рвется, рвется, чтобы ты сделал, а ты его приглушаешь, потому что есть шаблоны культуры, и держишь себя в напряжении, то если ты сделаешь осознанно то, что ты обычно в трудные моменты делаешь неосознанно, то ты развиваешь свою личность, во-первых, во-вторых, снимаешь стресс, потому что ты найдешь те действия, которые тебе точно, стопроцентно подходят. Уже во многих случаях люди узнали, что и давно уже пишут в некоторых книгах, что оказывается на личных опытах они убедились, не про метод ключ, а вообще, что когда действие совпадает с их состоянием, например, во время физкультуры, что когда действие какое-то, которое они осуществляют, точно совпадает с их состоянием, то у них сразу наступает качественный результат. То есть вот человек был в нервном состоянии, нашел действие, допустим, во время любой физкультуры, машет руками или ногами, и вдруг какое-то действие совпало ему, ему это действие так легко делать, потому что он не тратит там усилий, энергии. И в этот момент он чувствует, что ему даже выходить оттуда не хочется, потому что настолько оно попало, как говорится, именно по теме. Но обычно вот из таких вот действий обычно и рождаются разные виды физкультуры, и лыжный спорт, и бокс, и плавательные движения, там может быть фехтовальные движения, еще какие-то волейбольные движения, баскетбольные движения, теннисные движения, самые разные. И вот можно, перебирая эти разные движения, принцип ключа – это принцип подбора путем перебора. Вот я хочу на это обратить внимание, чтобы это было понятно, потому что обычная школа, любая, она основана на принципе обучения, на основе повторения. Повторяй, пока не получится. А здесь принцип. Ищи то, что получается, отбрасывая то, что не получается. И тогда у тебя снимается напряжение, и начинает получаться то, что раньше не получалось. Это вот такой ключевой подход. Так вот, сейчас обобщая то, что я сейчас сказал. Каждый человек инстинктивно совершает некие защитные реакции, некие действия на ментальном уровне, на физическом уровне, которые помогают ему выжить сложной ситуации в условиях неопределенности, в условиях стресса, страха, беспокойства, боли и так далее. Вот какие-то действия совершает. Или он застывает, или он дрожит, или он потягивается. Ну, что-то он делает. Если он это сделает несколько раз осознанно, в виде упражнения сознательного, то у него вырабатывается навык лучше управлять своим и психическим, ну, образно говоря, душевным состоянием, и физическим состоянием. Легче управлять. То есть, по существу, метод-ключ нужен для того, чтобы человек, подбирая для себя действия, которые ему полностью синхронны, выходил на состояние легкости, свободы, состояние творца. А сам принцип подбора путем перебора – это творческий поиск. Поэтому это развивает личность. А найдет прием, это уже он может снимать стресс. То есть, по существу, если он несколько раз так сделает, по определенному алгоритму, у него вырабатывается стресс-устойчивость, иначе говоря, психологическая устойчивость. И он поэтому может легче в критических ситуациях, в условиях жестких временных ограничений, легче и быстрее находить внутренний баланс. Вот это самообладание, о котором вы спросили. Я не знаю, насколько я понятно сейчас объяснил. Я просто хотел подчеркнуть, что человек по природе своей и так делает то, что его спасает, но ему мешают шаблоны. Потому что в культуре часто говорят, это не делай, это не делай. Ну, например, мальчик сидит, нервничает, ногой качает. Ему в школе говорят, сиди прямо и качай ногой. Потому что в культуре в определенной есть шаблоны. Потому что твое качание ноги по частоте может раздражать другого человека. И поэтому в культуре иногда просто запрещают это делать. А те школы, где не запрещают, там дети более способные. Но там нашли вариант, как сделать так, чтобы не запрещало, не запрещать и в то же время, чтобы других не раздражало. Ну, то есть, это же зависит от того, в какой стране мы живем. И в каком климате находимся. Тут очень много тонких моментов таких. Давайте вы мне задайте вопрос какой-то корректирующий, чтобы я немножко уточнял. Вы знаете, мне очень понравилось то, что у вас методом подбора находятся ключи. Это действительно похоже на то, что имеется один замок и сто ключей. И методом подбора мы находим именно тот ключ, который откроет этот замок и решит всю проблему. Да, для данного человека. Да, для данного конкретного человека и для данного замка. Следующий вопрос от Владислава. Ему 34 года, живет в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, уважаемый Хосай Магомедович. У него такая проблема. Ему поставили диагноз грыжа, у него болит поясница. Несмотря на то, что он занимается в меру спортом, непрофессионально, ведет довольно активный образ жизни, но в то же время работает в офисе. То есть иногда он перемещается в автомобиле и много времени проводит сидя. Он задает вопрос, можно ли решить эту проблему боли в пояснице методом ключа? Да, можно, конечно, можно. Только при этом надо конкретно с данным человеком говорить, потому что у одного грыжа, ну, короче говоря, понимаете, в чем дело? Высыпается ли он? Потом, как он дышит, когда спит? Потом, во сколько ему надо вставать? Встает ли он по будильнику или встает сам, когда проснулся? Ну, то есть это масса таких вот вопросов, потому что мы же говорим об индивидуальном человеке, а не видим его. Мы должны задать вопросы, он должен на них ответить, и тогда он получит полный развернутый конкретный ответ в качестве совета. Потому что мы не клиника. Метод ключа – это не клиника. Это по существу знание. Это знание, что нужно делать в той или иной ситуации для того, чтобы себе помочь. Поэтому именно с ключа стартовала известная телепрограмма телевизионно-центральном телевидении много лет назад, которая называлась «Помоги себе сам». Именно знание, потому что это не таблетки, это не лекарства. Кстати говоря, и таблетки тоже ведь надо подбирать. Вот этот шаблон, когда всем дают одно и то же, одному подходит, другому не подходит. И поэтому возникают дополнительные побочные эффекты от этих же таблеток. Дополнительные еще. Так вот я хочу сказать, я молодому человеку готов ответить. В принципе, я сейчас скажу, надо высыпаться. Вот он бы мне сейчас сказал, а я не могу, у меня работа такая. Тогда бы я ему ответил, ну тогда извини, но ты выбирай, либо ты будешь болеть, либо ты 3-4 дня потратил и выздоровеешь, как в санатории, а потом приступай к работе уже с меньшими болями, чтобы в тупике не находиться. То есть это обсуждение требует. Поэтому, чтобы профанацией метода не заниматься, я не буду давать огульные советы всем, как лечить грижедиском вот сейчас, как обычно делают по интернету. Не надо. У каждого есть свои особенности. Чем хорош именно ключ? Массовая школа, особенно в интернете, массовая школа, она нуждается, наконец, в индивидуальном подходе, чтобы при массовом обучении каждый получал именно то, что ему нужно, а не подвергался вот этой шаблонизации. Потому что кто-то, допустим, кому-то вылечить грижу вот было бы удобно, если бы он делал волну, у нас есть упражнение волна. Когда ты просто сидишь, отпускаешь свое тело, и вот так качаешься или вперед-назад, или вот влево-вправо, или по кругу, или восьмерочка, и переживаешь, и переживаешь, не блокируя переживания, а соединяя колебания с переживаниями. Вот это то, чего в мире никогда не было. Вот сейчас я говорю, это прием волна, и может быть, этому товарищу нашему, который с грижами диск, может помочь. Но если это недостаточно поможет, потому что ему, например, трудно сидеть, так вот это можно делать лёжа. Можно одной ногой вот так вот качать туда-сюда, переживая, о чём переживается. Или, например, держать руки на весу, как будто на воду положили, чтобы плечи не напрягались. И в этот момент двигать влево-вправо, влево-вправо, и покачиваться слегка. И выходить на такое ощущение, когда руки двигаются автоматически. Потом их развернуть и представить, что они притягиваются, при этом покачиваться. Потому что покачиваться – это повторяемое движение, напряжение, расслабление. И поэтому вот это идиомоторное движение, полуавтоматическое, оно начинает лучше получаться. Вот когда мы соединяем покачивание с идиомоторными движениями, здесь управляемые рефлексы, я представляю, что руки идут, и руки автоматически рефлекторно идут. Если они не идут сюда, мы тогда представляем, что они идут туда. Или смотрим, куда же они пойдут у нас. Ждем, не мешаем. И они пошли сюда. Ну вот пока мы вот этим механизмом занимаемся, у нас уже напряжение лишнее снимается, а потом мы делаем стадию после действия взгляд делаем рассеянный, задумались о чем думается, пустили мысли на самотех, и вдруг мы замечаем, что боли уже нет. Ни в душе нету, ни в спине нету. Ну то есть по существу этот процесс разгрузки. Но это процесс мозгового санатория. То есть это для того, чтобы человек освобождался от напряжений накопленных, от болей, освобождался от негативных эмоций, перезагружался, обнулялся. Это по-разному можно называть. Это квантовый так называемый, или вообще по науке правильно, триггерный переход, когда ты за счет количества действий вот таких вот в унисон своему состоянию, вдруг выходишь на состояние, когда тебя уже кто не волнует. Просто гора с плечи, уже легко стало. Так это во всех методах мира применяется. Просто я сейчас это как бы извлек оттуда из разных методов и в готовом виде рассказываю, на чем это все основано. Потому что метод ключ, я как вначале сказал, это основа всех существующих методов. Иначе бы они не работали. Но они долгие, потому что там это дает степ-бой-степ, шаг за шагом. А здесь сразу вот я рассказываю суть. Ну просто ее раньше не было видно, я столько лет потратил, чтобы ее вытащить из этих разных методов. И просто рассказываю. И, например, автописьмо. Человек садится в удобное время и пишет все, что в голову пришло. Оказывается, он освобождается от негативных эмоций. Или это психоанализ, на чем основан я вычислил. Оказывается, дело там ни в каком не анализе, это так называется. А дело в потоке речи. То есть, если человек выговаривается, когда у него поточная речь, когда нет пауз между словами, а идет как крика, например, психотерапевт, психоаналитик, навел своего пациента, его внимание на больную точку в душе. И тот начал говорить, 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 говорить. Вот эта непрерывность речи, континуум. Как раз-таки вот та же самая непрерывность, как вот движение, вот эти вот, поток. Вот эта поточность, она как раз-таки освобождает больного или человека, который психоанализм там себе устраивает. Поэтому я сейчас скажу главное, самое последнее достижение по ключу. Потому что вместе со мной работают над совершенствованием приемов вся школа «Человек будущего», «Хомофатурос», очень-очень много участников из разных стран. И они добавляют и совершенствуют. Это общая работа. Скажу самое последнее достижение. Завтра, может быть, еще будет лучше. Но то, что я сейчас скажу, это фантастика по эффективности. Для людей, которые с грыжами диска, и для других людей, которые плохо спят, или у которых тревожность, или какие-то там неприятности, я сейчас вытучу, чтобы нам не мешал. И вот смотрите, что надо сделать. Одновременно делаешь покачивание. Туда-сюда эта волна называется. У нас ключевая волна. Одновременно выговариваешься, как в психоанализе, но при этом выговариваешь все мысли, которые в голову лезут. Ну, например, у тебя стресс, ты говоришь, вот тебе лезет мысль в голове, да за что же мне такое? Это у девочек обычно бывает. Да за что же мне такое? Да что же я такое? Ну, как же так? И вот что она думает, пусть выговаривает. При этом дверь надо закрыть, чтобы не подумали, что она немножко того. Потому что в культуре этого нет. Это новые вещи для восстановления. Это не надо делать на улице, или там в школе, или в институте. Это дома делаешь для того, чтобы восстановиться. Ну, как любимым делом занимаются люди, физкультурой занимаются, не обязательно же во время урока по физике, правильно? Это момент восстановления, это домашняя работа. Как вязание у бабушки. Вот она сидит, она что делает? Она же делает повторяемые движения. Вот эти повторяемые движения она делает, вот ей так удобно делать повторяемые движения. Она задумывается, успокаивается, мыслит легко, легко, свободно. То есть она снимает напряжение. Когда сильное напряжение, она может еще добавить вот это вот. И вот повторяемые движения. Если вы знаете, вы же знаете и в молитвах всех повторяемые движения. Да, медитация. Медитация, да, конечно, конечно. Это во всех методах мира существует, и в религиях существует. Инстинктивные люди это делают. Из чего это все у меня началось? По научному изучению. Почему мама, когда качает ребенка, она же дело не в покачивании там, а дело в соответствии покачивания ритму его состояния. Вот он его сильно напряженный, больше плачет, она его чаще качает. Да. В этом сон. И поэтому волна, вот эта волна, она связана с этим. Тут не надо думать, правильно я делаю или неправильно. Тут надо пустить мысли на самотек. Переживать, о чем переживается. Вот это новое. Вот это вот мешает тому шаблону. Это новое. И вот человек должен это понять и услышать, потому что он привык думать. Если тебе плохо, значит, надо заставить себя думать о хорошем. Так если бы так легко было это сделать, и проблем бы не было. Я вот сколько людей, когда вынимал после шока, после теракта, психолог их просто не слышит. Пациент, так сказать, пострадавший, просто не слышит психолога. У него страх перед глазами, у него взрыв перед глазами, у него там насилие перед глазами. Он не слышит вот этих успокаивающих слов. И тогда я им просто предлагал, а ты вот стой, вот так качайся туда-сюда. Называется шалтай-болтай по методу. Но они стоят вот так, дети, взрослые, и вот так вот болтаются туда-сюда. И переживают, то что он переживается. И вдруг град слез, и вдруг она села, и говорит, ой, а легче стало. Что же сразу так не сделали? Вот тут психологи нападают, начинают дальше работать. И так далее. То есть это для того, чтобы снять острый страсть. Так вот я говорю о новинке сейчас. Новинка, наиболее эффективная, заключается в синергетическом соединении эффекта психоанализа, эффекта вот этой волны, эффекта автописьма. Ну, короче говоря, все эффекты, если соединить, вот, допустим, девушка или парень, могут, если они в сильном стрессе, могут просто сесть, отпустить свое тело на волну, переживать, о чем переживается, и в это время бурчать себе под нос, проговаривать, вот как мне плохо, да что же такое. Там происходит научное чудо. Ей-богу, это удивительная штука. Потому что ты начинаешь с такого дикого состояния, когда тебе кажется, вот сейчас вот грохнуть бы что-нибудь, заорать бы что-нибудь. А ты в этот момент начал это делать, и вот говори, грохнуть бы что-нибудь, заорать бы что-нибудь, да сказать, да что же они вот так, вот так несправедливо, вот что в голову лезет, надо проговаривать. Проговариваешься, причем можешь это делать тихо себе под нос, если у тебя сил нету, и ты говоришь тихо себе под нос, то есть не трать силы, делай максимально комфортным для себя образом, максимально комфортным. И ты проговариваешь, проговариваешь, и вдруг ты начинаешь замечать, что тебе уже хочется громче говорить, потому что начинается раскрепощение, освобожение от нервномышленных зажимов, и вдруг ты начинаешь замечать, что голос у тебя становится громче, то есть фонация связок меняется, потому что снимаются зажатости. И вдруг ты замечаешь, что тебе уже и петь хочется. Я вот так сейчас обучаю певцов, чтобы они голос себе ставили, и вот этих ораторов, чтобы они могли выступать хорошо, чтобы голос был такой, какой надо, и так далее, да, чтобы он был природный, естественный, без зажимов. Так вот, волну соединить с автовыговариванием, соединить с автопением, потому что бурчание под себя, ведь это что такое? Бурчание под себя, на самом деле, это природный механизм освобождения от личного напряжения у бабушек, у дедушек, у кого угодно, вот бабушка бурчит, да вот про внука, внук мне туда сандалики опять поставил, не покушал там, и так далее, вот она бурчит, почему она так делает? Она снимает лишнее напряжение, она выговаривается. Я же наукой занимаюсь, я поэтому вот эти все факты самые в разных областях жизни смог увидеть с этой точки зрения. Я подумал, не зря же люди выговариваются, не зря же люди матом ругаются, не зря же люди как-то эмоции свои выражают, как-то они выражают. И вот если промоделировать эти действия осознанно, то это и есть путь к осознанности. А то, что подходит человеку на самом деле, раз оно синхронно его состоянию текущему в данный момент, значит оно не требует усилий. Организм сам пытается вырваться из тисков, сам пытается что-то как-то прозвучать, например, выругаться, выплакаться, дернуть плечом или что-то еще сделать. Но вот это и сделать и осознанно. В виде упражнения несколько раз. И появляется самообладание. Запутал, наверное, всех, да? Следующий вопрос от Илона из Москвы. Дорогой Хасай Алиев, давно смотрю ваши передачи, с большим удовольствием слушаю ваше видео. Она буквально два года назад перебралась из Ярославля в Москву. Письмо очень длинное, я постараюсь его сократить. И, видимо, пробки, для нее это большой стресс. У нее тоже самая проблема со сном, у нее бессонница. Она поменяла несколько матрасов, и до сих пор не может определиться. Матрас должен быть мягким, средним или жестким. И когда наткнулась в интернете на ваш центр ключ, где обучают управлению стрессом, она до сих пор задается вопросом, неужели это правда и можно управлять стрессом? Ведь пока что стресс управляет ей. То есть из-за стресса у нее уже какие-то разногласия и в семье, и с ребенком она сама чувствует, что стала более нервозной и на работе то же самое. И неужели действительно можно управлять стрессом? Задает вопрос. Конечно можно. Я по совету обратить внимание. Давайте я вам сейчас расскажу, что надо сделать в первую очередь. Значит в первую очередь надо в течение примерно 10 дней записывать погоду в городе, где вы живете. Значит это для всех касается. Все, кто начинает заниматься ключом, все должны понимать, что погода влияет на организм. То на фоновом уровне, то очевидно влияет. И поэтому эта определенность потом будет помогать, потому что допустим у вас плохой сон, плохое состояние, раздражительность и так далее. А вы занавеску открыли утром, смотрите, дождь пошел. А вот почему. И меньше себя накручиваете. Потому что как только человек попадает в неопределенность, он себя начинает накручивать. А когда он себя накручивает, то у него психосоматика увеличивается. Поэтому я советую первые 10-12 дней просто берите каждый день календарь, записывайте. Атмосферное давление раз, диамагнитная обстановка два, температура три, и четвертый фактор дождь, ветер. Осадки там, ветер и так далее. Четвертый фактор. Просто записывайте. И за 10 дней вы определитесь, на что у вас реакция. Потому что даже много людей, которые даже просто не представляют себе, насколько их состояние зависит от этой погоды. Они не понимают, почему вот у него все время было хорошо, а сегодня все из рук валится. А потом посмотрел, доказывается, 5-6 баллов геомагнитная обстановка. Да он и не задумывался раньше об этом. Но когда человек не знает от чего что, он начинает накручиваться. Вот чтобы люди не накручивались в этой неопределенности, нужна определенность. Первая определенность это погода. Вторая определенность. Есть простые действия, которые снимают напряжение. Например, люди инстинктивно когда не ходят туда сюда по комнате, качают ногой, постукивают пальцами, жуют там что-то, стресс заедают и так далее. Поэтому посмотрите, какое действие вам больше подходит. Это действие дома у себя, не на работе, а дома у себя, несколько раз делайте осознанно. Например, вам вы вспомните, что когда-то вы очень любили крутить холохоп, оброч такой, ну, встаньте, покрутите холохоп несколько раз. Или вы, допустим, любили танцевать, ну, встаньте, потанцуйте у себя дома несколько раз. Если вы мне скажете, что музыки-то нет, это же было давно, это была танцплощадка, это были люди, и так далее. Ключ заключается в том, что вы можете моделировать вот это все без холохопа, без танцплощадки, без напарника, без музыки. В этом суть, чтобы вы выработали навыки, потом вы сможете применять эти навыки и в самолете. Там же не будете танцплощадку возить. Поэтому вы просто берете вечерами дома, в удобное время, делайте то, что вам в жизни помогало. Вспоминайте, какие действия вам помогали. Может быть, вам нравилось через скакалочку прыгать, но попрыгайте несколько раз с воображаемой скакалочкой. То есть нет скакалочки никакой, просто возьмите и вот так поделайте, и вы заметите, если вы в течение минуты вот так делаете, то вы вдруг проваливаетесь, условно говоря, прямо в то самое детство, голограмм открывается вплоть до запахов. Вы проваливаетесь в это состояние, вспоминаете, как вы в детстве это делали, и вам становится так легко и хорошо, потому что вот эта суета, рутина дня, вот эти напряжения, все уходят, потому что там происходит вот этот триггерный переход к вам. И вы освобождаетесь от напряжения, думаете, ёлки-погода, что же я раньше не додумался. Простые вещи, да, потому что память тела, если вам это когда-то помогало в жизни, то вы теперь можете и без лыжника делать упражнения лыжника, и шалтай-болтай можете делать, и волейбольные движения можете делать, если это вы любили волейбол, или теннисные движения, о чём я вначале и говорил. Подбирайте, ну вот как делать, сколько делать, как дозировать, во сколько, что, это надо уже чисто практически показать. Вы знаете, вопрос на тему от Розы Якубовны, она пишет, уважаемый Хасай Магомедович, ситуация следующая, у неё ребёнок пяти лет, она заметила, что в полнолуние её ребёнок перевозбуждённый может не спать до двенадцати, до часу ночи, хотя обычно он в десять уже точно засыпает, и как вы сказали, что обычно погода влияет на строение, у Розы вопрос, может ли полнолуние влиять на настроение человека? Конечно, да. Да, Роза может, да. Дело в том, что особенно это влияет, вообще всё связано ещё, знаете, с чем, есть такое понятие, вот, повышенное внутрочерепное давление, гипертензия, так называемая. Есть артериальное давление крови, это когда вот мы меряем давление, да, а есть гипертензия, внутрочерепное, вот, внутрочерепное очень зависит от того, вот, луна, там новый месяц, дождь пошёл или нет, внутрочерепное, особенно у детей, которые, ну, прямо скажу, что тут говорить, мы не все рождаемся здоровыми, очень много детей рождаются с какими-то особенностями, мягко говоря, вот я, например, родился, видимо, у мамы была, ну, я так думаю, мы никогда с ней на эту тему не говорили, но вот я родился вроде хороший мальчик, нормальный мальчик, и так далее, но если я не досыпал утром, у меня мушки перед глазами плавали, и потом всю жизнь меня это преследовало, не мушки, а то, что если я не высыпался, на работе, в институте, в школе, я вот в школе учился, первые уроки, я просто с ума сходил, особенно нам надо было сидеть прямо, там вот, не отвлекаться, вот, и так далее, и мне казалось, ну, когда же перемены, когда же перемены, ну, когда же можно выйти, потянуться, подвигаться, оказывается, у меня вот проблема была, и потом в результате, в жизни, я всегда менял рабочее место, и так далее, до тех пор, пока идеально не получилось, что я стал работать со второй сменой, потому что, когда я работал с первой смены, я сходил с ума, у меня ничего не получалось, я был в таком, я работал через силу, а как только мне стало позволительно работать с такого часа, когда мне удобно, я стал счастливым человеком, я стал высыпаться, ну, короче говоря, очень много людей, которые уже рождаются с особенностями, то ли роды у мамы были сложные, ну, вы знаете как, у нас же вот мой приятель Игорь Черковский в свое время придумал, и весь мир обучал рождение в воде, он учил женщин рожать в воде, очень было модно, популярно в свое время, почему он до этого додумался, потому что на самом деле, оказывается, очень многие роддома по инструкции, ну, просто так получается, что неправильно почти роды принимают, и очень много людей было, которые инноваторы, искали, ну, как же быть там, может быть, на корточках надо принимать, может быть, так вот, не просто лежать вот так вот, плашмя, как у нас это делали, ну, надо прислушаться к природе, изучать там и так далее, но это такая сложная история, на это уходит много лет, чтобы понять, как правильно, как кому правильно, да, ну, в результате того, что не всегда правильно принятые роды, и не всегда правильно проведенный, вообще, предродовой период, женщина, будущая мама, она, в принципе, хорошо, когда она думает и мечтает о ребенке, и когда она радуется, что будет ребенок, а не переживает стрессы постоянно, из-за каких-то причин, она и рожает более здорового ребенка, более талантливого ребенка, я в свое время целый год, я по субординатории в мединституте, когда учился, у нас была кушер-гинекология, я целый год в роддоме проводил, я проводил, значит, женских консультаций, и потом это мне очень сильно помогло, потому что, когда я уже работал при Мезздраве директором центра саморегуляции человека Homo Futurus, я уже имел возможность обучать врачей, как правильно проводить консультации психологические у женщин перед родами, как готовить, как послеродовой период проводить, и там променялись методики, и ключ, конечно, у женщины, положение, когда она в беременности, на первых сроках, конечно, обязательно надо вот и волну делать, и такие щадящие, очень комфортные, легкие, повторяемые движения, до того, чтобы снимать лишнее напряжение, да, конечно, обязательно надо, обязательно надо. Потом я работал несколько лет с профессором, которая занималась профилактикой выкидышей у женщин, она, к сожалению, разбилась на машине с дочерью, да, она очень известный профессор, да, к сожалению. Она присылала ко мне в Центр защиты от стресса, я в Москве 25 лет работал на Таганке, Центр защиты от стресса, посылала туда девочек, у которых 3-4 выкидыша было, и мы как раз-таки их до следующих родов, как раз-таки мы их обучали, чтобы они рожали нормальных детей, да. То есть я хочу сказать, что очень важно, и когда дети рождаются у родителей, которые готовы к тому, чтобы родить ребенка здорового, умеют снимать стресс, и там ключ, первый номер, первый номер, потому что ключ можно носить с собой, это условно говоря, он не требует никакой вот этой вот, как я говорил, и холохопа не требует, и теннис на ракетке не требует, потому что ключ позволяет это все моделировать. То есть получается, ключ у нас в голове? Да, он у нас в организме и есть, мы же рождаемся уже с ключом, потому что мы по своей природе носим себе все этапы предшествующего развития поколения, все этапы, у нас все есть, человек по природе творится. Все этапы эволюционного развития в каждом человеке есть. И главное, вот просто тут ключ помогает нам мыслить без шаблонов, без страхов, без комплексов. По существу он делает то же самое, что делает буддизм, что делает медитация. Медитация же это путь к нирване. Нирвана это что такое? Это состояние свободное от страха, свободное от шаблонов мышления. Свободное состояние нирвана. Ну, та же самая нирвана есть и во всех других формах и культурах. Та же самая нирвана, например, в Европе называется психическая релаксация. Та же самая нирвана, она может называться самадхи. Самадхи в индийской йоге. Та же самая нирвана, ну, то есть все зависит от того, в какой позе применяется, с какими целями применяется. Та же самая нирвана может называться фана в исламе, у суфистов. Слияние с Богом, слияние с Аллахом. Я хочу сказать, во всех методах мира одни и те же закономерности лежат, потому что это законы природы. Еще два вопроса на тему, как вы относитесь к родам в воде. И самое главное, это послеродовая депрессия. Она очень актуальна. Этим вопросом интересуется очень много подписчиков, задают на эту тему очень много вопросов. И самый главный вопрос, как справиться с послеродовой депрессией? Вы знаете, вот эти все вопросы очень важные. Я понимаю, сегодня они особенно важны в нашей неопределенности сегодня. Но мне бы не хотелось все-таки профанировать, потому что я вот эту клиническую часть, я хоть врач и психолог, но клиническую часть вот так неправильно. Вот так вот сейчас брать и вот так вот, так сказать, безответственно вот так всем сообщать, как надо делать, потому что это, может, одному поможет, а другому не подходит. Надо там по-другому объяснить, и кто как поймет. Но есть ли какой-то универсальный секретный ключ, который точно подойдет всем? Например, позитивное мышление, как вы правильно сказали. Я думаю, что нет такого человека, которому это принесет какой-то негатив. Еще какие-то вот такие универсальные. Я же уже почти 30 минут рассказываю, что надо делать. Вы знаете, подписчики еще интересуются картинами, которые у вас за спиной очень красивые, яркие. Если можно, расскажите нам. А видно ее, да? Да, видно. Это называется, вот знаете, у меня сейчас вышла книга, вот последняя моя книжка, сейчас я покажу, она называется «Новые приемы ключа». Здесь как раз-таки школа Homo Futura со своими тоже инновациями, и вот здесь вот как раз есть вкладка с картинами. И я так благодарен этому издательству, что наконец они выпустили с картинами, потому что я и в прошлый раз обещал, в прошлой книге, всем своим подписчикам, что будут картины. И здесь есть картины. И здесь есть эта картина тоже, и она здесь называется... Ой, Господи, я вам знаете, что я какую картину покажу сейчас? Это моя больная тема, любимая, потому что я этим хочу всем сейчас сказать, что мы по существу все по природе. И художники, и певцы, и композиторы, и штангисты, и таксисты, и министры по природе. Просто не все знают об этом. Просто не все брали и не пробовали. Как говорится, возьми кисточку, нарисуй солнышку, попробуй. И вот кто-то скажет, а я не вижу цвета. А такие художники становятся графиками. Вот, например. Вот она здесь, эта картина. И она здесь называется, она у меня. Сейчас я скажу, это очень интересно. Она называется тепло души. Это я о том, что независимо от цвета кожи, независимо от характера, национальности, независимо от того, кто где живет, в какой стране или в каком городе, у кого какие вкусы, все люди по своей природности, по природе своей, они прекрасны. Они прекрасны, пока их не загубят травмами, пока их не загубят различными формами насилия, пока их неправильным агрессивным воспитанием не загубят. Они люди все прекрасны. И у всех есть вот эта светлая сторона. И вот в этой книге она вот у меня называется «Новые приемы метода ключ», а вот под заголовок «Белые стороны черной дыры страха». То есть по существу я здесь показываю в этой книге и сейчас рассказываю кое-что, что помогает человеку страх использовать как стресс-трамплин для создания каких-то произведений, для решения нерешаемых ранее задач. Я вам сейчас скажу, как это делается. Ну, вначале я вам покажу еще одну картину. Сейчас. Посмотрите, какая картина. Она называется «Берегиня». Это о том, вот мать и вот дитя. Это картина «Берегиня». Она о том, что у женщины есть эта заботливость, у женщины есть это качество беречь, создавать эту жизнь, охранять ее, как-то быть заботливой. Вот это вот ощущение. Нам бы мужчинам вот это ценить больше в женщине. Но у женщины есть эмоциональность. Вот она поэтому выговаривается, выговаривается. Мужчина вот не знает этой закономерности, начинает ей советы давать. Ты не так делай, ты не так делай. А ей выговориться надо. Она говорит, вот ты меня не поддерживаешь, видишь? Она, например, что-то выговаривается. Это вот есть такая книжка женщины от Венеры, мужчины от Марса. Мужчина, когда нервничает, он как бы в себя уходит. В этой книжке написано, она была выпущена еще в Софии, в издательстве «Хома Футурус». Я подарил своим друзьям в Болгарии это название. И они там выпустили эти книги. И там такие книги выпущены уже в большом количестве. Начали они с моих книг, а потом уже очень много книг. И там была эта книга. В чем разница, когда мужчина задумывается о вопросах, а он как бы у себя уходит и так далее. А женщина, она выговаривается, когда у нее нервное состояние такое напряженное. А мужчина, вместо того, чтобы дать ей выговориться, он начинает ей сразу вставлять всякие советы, даже иногда критические. Вот она говорит, вот твоя мама все не так делает. А он вместо этого говорит, да ты сама должна правильно. И начинает ее учить. У них происходит лобовое слабновение. А вот она могла бы выговориться. Ведь, собственно говоря, почему в России психоанализ не пошел так, как пошел там? Потому что там выговариваться нельзя. Там нельзя даже соседу, соседа грузить своими проблемами. Потому что там мой дом, моя крепость. Но там другая философия жизни. Ты не должен причинять несвободу человеку. Ты раскрепощаешься, ты разгружаешься, а его грузить ты не должен. И поэтому ты там выговариваться не можешь. Ты для этого приглашаешь человека, даешь ему деньги. И называется этот человек специалист, психоаналитик. А у нас женщина сама может выговариваться в России. Зачем я психоаналитик? Просто надо, чтобы муж ее поддержал в этот момент. Вот он и был бы психоаналитиком. А так получается выяснение отношений. Но я, может быть, немножко не о том, но в принципе то, что я говорю, поскольку я уже взрослый человек, может быть, кому-то и поможет. Но вот когда я говорил о ключе, что вот волна, и, пожалуйста, на этом фоне начинаете бормотать себе под нос, выговариваться, выговариваться, это вы соединяете уже с психоаналитическим эффектом. Волна, вы соединяете это с молитвенным эффектом. Волна, вы соединяете это с хожением туда-сюда по комнате, с качанием ногой. Это повторяемые движения снимают напряжение. И, пожалуйста, потом оттуда переходите к пению. Пропивайте то, что вам в голову приходит. Пропивайте, пропивайте, пропивайте. И через это вы заметите, что вам уже хочется расправить плечи. И буквально через несколько минут, может, пять, может, десять, у кого какой сильный стресс вначале был. Как гора с плеч. Такая легкость появляется даже от удивления. Понимаете, я сам много раз этим пользовался, иначе бы я не стал это говорить. У меня были состояния, я человек оперированный, семь с половиной часов мне шею оперировали, я упал на гололёде, у меня был хвостовой удар, у меня титан там стоит. Я тяжеленный инвалид. Но при этом я благодарен небесам, как говорится, потому что иначе бы я до этого не додумался. Я придумал такой метод, который теперь помогает многим инвалидам, помогает тем, кто не могут ездить там на теннисной площадке, которые прикованы. Особенно это был период пандемии, когда люди на карантине находились. И особенно этот период, когда интернете только можно работать. И, короче говоря, сколько людей помогли себе сами, благодаря тому, что я им просто показывал микро-приёмы, микро-упражнения, которые буквально за короткие секунды есть такие вещи. Например, если вам... Ну, прямо сейчас скажу, просто это потрясающая штука. Например, если нервная дрожь, нервная дрожь, надо что сделать, чтобы снять её? Надо просто понять, что нервная дрожь у девушки, например, которая сдаёт экзамен, или у спортсмена, который идёт на чемпион, на рекорд, называется мандраж. Нервная дрожь, страх у мальчишки на улице перед чем-то. Ну, пожалуйста, надо прислушаться к себе. Что вам в этот момент хочется делать? Нервная дрожь вас трясёт. Значит, организм просит потрястись. Так если вы боитесь какого-то выступления, какой-то встречи важной для вас, экзамена какого-то, вспомните этот экзамен. Нервная дрожь. Потряситесь дома, потряситесь. Несколько раз потрясётесь, вы заметите, что когда вы делаете действия, диктуемые вашим собственным организмом, вы, наконец, услышали себя. Сделали это действие, сняли напряжение. Несколько вечеров так поделайте, по минутке, по две, как вам комфортно. И потом пойдёте на экзамены более уверенными. Вот как я рассказываю, как можно применять ключ. То есть по существу это удивительно, потому что на Олимпиаде в Китае я курировал парусный спорт, национальный сборный. И там парень мне говорит, слушай, через два часа гонки, а меня трясёт. Что мне делать? Пойти массаж сделать или что? Я ему говорю, слушай, возьми, потрясись. Он говорит, что я, дурак что? Я говорю, да потрясись ты, потрясись. Он стал потрясся, трясся, трясся, а потом сел и говорит, слушай, а почему все так не делают? Я говорю, ну, почему не знают? Потому что у нас есть культура, а есть голос природы. А культура – это осознанная часть природы, осознанная часть природы. Но она уже сделана штампами, это лекалы, это шаблоны. Вот я сейчас такие интересные вещи говорю Вот если у нас там есть такие люди философствующие Они сразу оценят Что культура это осознанная часть природы Но в разных местах она уже шаблонизирована Потому что, ну это целая история Почему, например, Христос сказал Любе ближнего, а до сих пор никто этого не понял Почему Он говорил, Царство Божие внутри вас есть А до сих пор никто не понял Думаю, что на самом деле Ат-Рай это где-то в другом месте находится Хотя на самом деле это внутри нас Это любой алкоголик знает Потому что с утра, если у него жуткая похмелье Он знает, что после этих райских наслаждений Когда он вчера выпивал А сегодня так дико болит голова Вот он начинает понимать, что такое Ат-Рай внутри нас есть Ведь все великие учителя, они уже все сказали давно Мы просто не все поняли И поэтому вот приходится каждый век говорить новыми словами Новым языком Поэтому ключ это вот сегодня новый язык И вот сейчас у нас в школе человек большего хомофутуруса Из сотен людей идут из разных стран Попытки создать новый человеческий язык Объяснить по критериям четким, научным Что такое любовь Что такое сопереживание Что такое созидание Потому что мы все это понимаем по-разному Что такое чувство бесценности живого И когда все вместе мы это определяем Эти понятия По четким научным критериям Когда мы все вместе И помогает нам сейчас Роман Газенко Который психолингвист И вот сейчас, когда мы все вместе это определяем Мы этим самым генерируем уже У всех людей Кто в этом участвует Утверждение человечности Что человечность Это тот ключ, который спасет мир И вот сейчас Поскольку неопределенность Поскольку идет расчеловечивание Там кто-то говорит, что нас зомбируют Кто-то говорит, что нас Как-то пытаются превратить В шестереночки Такие бездумные и так далее В системах Как раз таки вот то, чем мы занимаемся Мне кажется, и я вам благодарен Поэтому, потому что мы теперь вместе Да Занимаемся этим Потому что то, что надо быть человеком Это всем понятно Вся проблема в том, что как им быть Потому что есть еще один вопрос Что не хлебом единым жив человек Сказано Ну и не душой единый жив человек Потому что у него есть и душа Как говорится, условно говоря И тело есть А тело, к сожалению По другим законам работает Если душа работает По законам альтруизма Гуманизма, оптимизма Бесконечности Хочется дарить Хочется петь Изобретать Создавать Делиться То тело По обратным законам Тело же, оно конечно Оно требует питания Оно требует Теплой постели Оно требует Крыши над головой Свежего воздуха Да И получается, что тело требует Вот как совместить Вот это вот Делимое и неделимое Поэтому мы все понимаем Что надо любить ближе Но, к сожалению, иногда Ради того, чтобы к телу А тело это эгоизм А не альтруизм Это все наоборот Тело требует пищи И поэтому нужны деньги Как соединить экономику И душевность Как соединить честность Соединить с тем, что надо Зарабатывать Выгоду Вот как согласовать И вот поэтому Сегодня век интернета Когда он развернулся На уши технический прогресс Когда площадки и платформы Заняты теми Кто впервые догадался В перспективах интернета И захватил на это патенты Они стали владеть Этими источниками информации Для нас И теперь начинают нами Манипулировать Сойдя с этими финансистами У которых много было денег И так далее Но я не политику говорю Я говорю о принципе То в этих условиях Человечность Человечность Если мы все вместе Будем больше думать Можно соединить Можно соединить Оказывается Честная работа От души Любимое дело Когда человек Занимается Любимым делом Когда он никого Не слушает А делает свое дело В конечном счете Он становится Профессиональным И в конечном счете Он становится Неповторимым А поэтому Необходимым И поэтому Он на любимом деле Может потом И зарабатывать То есть по существу Я говорю о некотором пути Что ключ Поможет человеку Открывать Свои таланты Открывать Свои способности Освобождаться От нервномышленных Зажимов И шаблонов Находить себе Творца И через это Постепенно Расширять Круг своего Досуга Потому что Чем больше Любимых дел у человека Тем больше точек опоры И поэтому Когда он Вот в этом направлении Двигается Он и развивает У себя Способность Сохранять баланс В условиях Неожиданных Критических И стрессовых ситуаций Большое вам спасибо За то тепло За то добро Которое вы дарите Всем людям И всему миру Лично для меня Я больше чем Уверен Что для большинства Для подавляющего Большинства Зрителей И подписчиков Это было удовольствие С вами общаться Вас видеть И вас слышать Огромная благодарность За то что вы нашли В своем плотном графике Время выйти На связь с народом Всего доброго Я вам очень благодарен И всем здоровья И счастья желаю До встречи До встречи